Когда Господь хочет доказать кого-то, Он лишает его разума. Немного Америки. Вице-президент Камала Харрис на митинге в поддержку абортов виртуозно разобралась с пространственно-временным континиумом. Сегодня – это сегодня. А вчера было для нас сегодня, но вчера. Я вчера видел раков по 5 рублей, но больших. Правда, по 5 рублей, но вчера. А завтра станет для нас сегодня, но завтра. А сегодня были маленькие, но по 3, но очень маленькие, по 3 рубля. Ну совсем маленькие, но зато по 3, но сегодня. Так, проживите сегодня так, чтобы грядущие сегодня были для вас, как вчерашние сегодня, только завтра. В это время человек, исполняющий роль начальника нашей планеты, принял в Белом доме футбольную команду ВВС США, где ему должны были вручить свитер с его именем, шлем и мяч с автографами игроков. Мяч и шлем Байдену чем-то не пришлись, но свитер явно понравился. Неудивительно, что его соперник по выборам, бывший президент США Трамп, не по-детски троллит старину Джо. Я выдвигаюсь с президента. Что? Куда? Куда, черт побери? Я иду? Я хочу выйти. Честное слово, прямо как в детском саду. Отдавай мои игрушки и не писай в мой горшок. И было бы нечестно утаить от вас другой фрагмент выступления Камалы Харрис. Если поймете, о чем идет речь, моргните два раза. Я думаю, что очень важно, как вы слышали от многих невероятных лидеров, для нас в каждый момент времени, и, конечно, в этот момент, видеть момент времени, в котором мы существуем и присутствуем, и иметь возможность контекстуализировать его, чтобы понять, где мы существуем в истории в данный момент, поскольку это связано не только с прошлым, но и с будущим. Я не знаю, что курит эта женщина, но известно, что она баллотируется на пост вице-президента США. Тут один на днях зарубить жабу предлагал. Ну, очень зеленая. Ну, такая же, ну, у меня и рубля не было. Ну, очень зеленая.